Восстановить выработку инсулина в организме и даже остановить рак. Все это можно сделать с помощью лазерного излучения. Определенная длина его волн генерирует в организме синглетный кислород. Этот синглетный кислород участвует в различных биохимических реакциях, в том числе в метаболических процессах в нашем организме. Исследования проводятся в рамках ряда проектов Российского научного фонда и мегагранта правительства Российской Федерации. Сначала ученые научно-технологического центра биомедицинской фотоники определяли влияние активной формы кислорода на сосуды. И мы пришли к выводу, что синглетный кислород приводит к сужению сосудов. То есть данный эффект может лечь в основу фотоэдиноческой терапии при прямой оптической генерации синглетного кислорода для уничтожения опхоли с точки зрения сосудов, которые ее питают. Происходит это из-за того, что активная форма кислорода влияет на эндотелий, слой клеток выстилающей сосуды. Данное открытие может помочь при терапии заболеваний с нарушением микроциркуляции сосудов. Отдельное внимание исследователи ОГУ имени Тургенева обратили на действие синглетного кислорода на клетки меланомы – злокачественные опухоли. «Было выявлено, что с помощью лазерного воздействия, с помощью излучения с определенной длиной волны мы можем управлять жизнедеятельностью раковых клеток. Одна из главных проблем рака – это в том, что эти клетки бессмертны». Однако с помощью активной формы кислорода можно отправить клетки в опоптос, то есть запрограммировать их на смерть. В этом направлении ученые исследуют разные виды раковых клеток, чтобы определить универсальность метода. «Вот эти моменты, которые вы видите, это когда мы на клетке воздействуем с помощью лазерного излучения. То есть один раз послетили, соответственно, однократное возбуждение было, дальше они еще раз смегнули, еще раз смегнули, и все, клетки ушли полностью в опоптос». Синглетный кислород по-разному взаимодействует со злокачественными и доброкачественными клетками. Первый он может убить, а второй – восстановить. Ученые ОГУ исследовали действия заряженного кислорода на бета-клетки, клетки, вырабатывающие инсулин. «Под воздействием лазера мы улучшали их чувствительность к глюкозе, то есть после обучения клетки начинали реагировать на более низкие концентрации глюкозы, чем до этого». Основная задача сейчас – разработать методики для оценки эффективности применения синглетного кислорода. «Только потом терапию можно будет вводить в клиническую практику». «Данное воздействие с помощью лазерного излучения на биологические ткани, если мы говорим о каких-то поверхностных слоях кожи, возможно, конечно же, осуществлять напрямую, облучая кожу. Если мы говорим о воздействии на внутренние органы, например, на ту же самую поджелудочную железу, и на бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин, то здесь уже возможна интеграция наших технологий в стандартное хирургическое лапароскопическое оборудование или же в биопсийные иглы». Она сможет доводить лазерное излучение до нуждающихся в лечении органов. Ирина Титова, Илья Афоничкин, Телеканал «Первый областной». Продолжение следует...